В этом году пожароопасный сезон начался раньше. Снегозапасов было мало, теплая погода наступила раньше. Поэтому с 12 апреля начался уже пожароопасный сезон. В соответствии, осложнилась оперативная обстановка с пожарами. На майских праздниках довольно напряженная была обстановка. И сейчас она продолжается. Для примера, что за прошедший период мая у нас уже зарегистрировано порядка больше чем 1100 пожаров. И больше 700 из них – это возгорание сухой травяной растительности. Дело в том, что люди выезжают на отдых, охотники, рыболовы разводят костры. И, соответственно, не следят за этим, бросают, что вызывает возгорание сухой растительности. Ну и угрозу, как дачный поселок, как населенный пункт. Горение сухой травы и сухостоя – это довольно серьезный пожар, который самому практически невозможно ликвидировать. В результате таких пожаров есть случаи, примеры на территории России, когда сгорают целые деревни, дачные домики. Ну вот посмотрите, у нас в почву попадает… Вот человек чаще всего вносит так называемое минеральное удобрение. Или вносит он органику. Ну органика там в виде навоза, перегноя и так далее. Но в почве есть органическое вещество, которое называется гумус. И вот этот гумус, он при высоких температурах, он выгорает. Особенно если травостой густой был, то, естественно, верхняя часть почвы, а там же и остатки корней. И сейчас же очень сухо, мы же понимаем, что я думаю, что сантиметров на пять точно вот эта часть останется без гумуса, без органики. Зола останется. Но зола – это у нас что? Это фосфор и калий. А то, что касается азота, то, что нужно для растения, для активного роста, оно, собственно говоря, улетает, трава-то отрастает. Но что мы теряем? Ну начнем с того, что птицы гнездятся. И многие гнездятся на земле и на деревьях. И вот гнезда птиц, ну если даже сами взрослые птицы улетели, то потомства уже не будет. То есть гнезда сгорают. Это первое. Во-вторых, гибнет масса насекомых. Насекомые опылители, насекомые, которые питаются там частями растений. В природе ведь все связано. Масса жуков, то есть тех, которые обитают и в подстилке, и в почве. То есть вот животное население гибнет почти полностью. Вот если мать сидит на гнезде, конечно, она никуда не улетит. Понимаете? Если уже она отложила яйца, она будет гореть. Это же мать. Она никуда не денется. Но вот в интернете ходят фотографии обгорелых ежей. Ежи тоже, у него скорость перемещения ежа, я думаю, что многие видели. Они тоже медленные животные. Вот представим себе. То, что обитает насекомых очень много. Вот на одном метре квадратных, мелких совершенно насекомых, которых мы даже не знаем, обитает десятки тысяч. Понимаете? На одном квадратном метре. Они же маленькие. Есть почвенные клещи. Они мизерные, маленьких размеров. Это не такие, они микроскопические. То есть, на самом деле, вот эта вся биота почвенная, считайте, она погибла. Какая-то часть, положим, там десятки, сотни, обитает уже в травяном ярусе. Их поменьше, потому что в основном почве. В травяном они тоже все погибнут. Ну, может быть, одна-две ящерицы попадут. Ну, пусть даже одна. Понимаете? То есть, плотность уменьшается. Вот этих животных, они же безвозвратно погибают. Не говоря о том, что растения. Ну, вот надземные части растений, конечно, они, в общем, практически все сгорают. Практически полностью выгорает то, что касается подростка, молодых деревьев. Семена погибают. Ну, есть страны, где пожары регулярны. Можно вспомнить Австралию. Есть некоторые виды сосен, которые постоянно подвергаются те территории, где постоянно происходят пожары. И у них семена во время вот этого пожара, они растрескиваются, и из шишек выпадают. Ну, это мы же не Австралия. Это проходит тысячелетие. И причем десятки тысяч лет проходит, и только тогда, ну, как бы растения и животные приспосабливаются. Поэтому у нас нет такого, точно не произойдет. То, что происходит каждый день, к сожалению, у нас население не совсем серьезно подходит к вопросам, к данным. Были мачки и праздники, они все выходят на отдых, жарят шашлыки. Это основная причина, человеческий фактор. Граждане нашего края, даже несмотря на то, что действует особый противожарный режим, где запрещено сжигать мусор, запрещено разводить костры, они все равно продолжают это делать. Погода сухая, ветреная, не контролируют костры, что приводит к таким случаям довольно серьезным. Вся беда в том, что сейчас плотность населения возросла, и количество воздействий, будем говорить, негативных, типа выброшенные сигареты, непотушенный костер, шашлыки и так далее, количество этих выездов увеличилось. И в соответствии с этим, я думаю, что количество пожаров увеличилось. И площади возгорания в целом, потому что я не помню такого, чтобы так горели леса. Дунет ветер, а у нас ветра, знаете, сами знаете, какие бывают очень сильные. Ну, 15-20 это у нас обычный ветер, да, как бы средний, а бывают порывы там 25-30 метров в секунду. Куда-то унесло эту веточку и пошел полыхать пожар. Вот, поэтому это вот самое главное. Ну, а как восстанавливать? Ну, участвовать в этих программах, потому что лесники часто предлагают, и регулярно, собственно говоря, желающим могут съездить и принять участие в восстановлении лесов, посадить. Ну, опять же, мы посадили, а если лето сухое, то не все, ведь далеко не все растения приживутся. Я имею в виду древесные растения. Ну, человек сажает сосну, вот, ну, я не знаю, 3-4-летнюю. Ну, это очень маленькая сосна, ну, вот, ну, где-то вот такая. Ну, вот представьте себе, а дерево должно вырасти, ну, хотя бы до 60 лет. То есть вот она примерно, вот, 60-летняя сосна примерно 20-25 метров. И 60 лет только должно пройти всего лишь. То есть жизнь человеческая пройдет, и только тогда следующее поколение увидит лес. То есть это же огромное время должно пройти.